Я все время говорю, лучше гор могут быть только горами, которыми еще не летало. Не знаю, я как-то не засекал. На самом деле вообще практически ничего не слышно из происходящего в салоне. Может быть, уже на земле, когда двигатель выключен. Это такой момент, которому иногда тебе может быть и приятно, когда ты слышишь, но понимаешь, что пассажир не тот человек, который может оценить твой профессионализм. Во-вторых, ты понимаешь, что это просто момент разрядки пассажиров. То есть тех людей. Мне кажется, что просто механизм появления всего этого – это то, что люди, которым было страшно, начинают хлопать, радуясь, что их страхи уже закончились. Мы же на автопилоте летим в этот момент и не принимаем участия вообще. Ну, иногда бывает. Ну, это может быть, если какой-то там легкий насморк только. И то, мне кажется, что система как-то… Организм адаптируется, и, ну, уже не так на тебя это действует. Мы здесь готовимся к полету. Уже, когда ты заходишь в это помещение, на самом деле, начинается процесс подготовки. Хотя зачастую еще и дома, когда ты проснулся, ты уже посмотрел погоду. А что, это в контейнер с обойкой? Это телефон служебный. А, смартфон. Ну, телефон, зарядка. Ну, просто сим-карта, которая работает по всему миру. Здравствуйте. Я в понедельник, и все будет. Привет. Ребят, ты, Саша? Да. Ты что, каждый день работаешь? Теперь что ты будешь делать непосредственно здесь? Ну, теперь мы просто осматриваем самолет, не поглубляясь в подробности. Это, в основном, просто визуальная инспекция того, что отсутствуют какие-то повреждения. Нет, не сечу, не повреждение. Ну, отлично еще. Да, конечно, всегда выключаем. Потому что у меня хотя бы даже самые банальные будут просто помехи в наушниках. Это то же самое, как вот если вы дома положите телефон возле колонки. Контролируются все равно параметры работы всех систем. То есть, по сути, если вдуматься глубоко, это сложнее иногда, чем даже пилотировать самому непосредственно. Из-за того, что ты не можешь позволить себе расслабиться, хотя тебе кажется, что самолет летит сам. Максимальная скорость, которую я видел на своем приборе в жизни, это было 677 узлов. Но это приблизительно где-то 1300 с копейками километров в час. Всегда есть свои параметры. Есть параметры стабилизированного захода. И если ты уже видишь, что положение воздушного судна или параметры его движения не могут обеспечить безопасную посадку, это просто будет уход на второй круг и новый заход. Но было, что уходили с минимальной высоты 50-60 футов, 20 метров, грубо говоря. А где эти рычаги для горячей и холодной воды? На кухне. На кухне в туалете. Первый раз смотрю сейчас с кабины. Очень красиво. А это вот все время такая картинка или что-то периодически меняется? Есть какие-то другие явления? Ну, погода и время суток, конечно, не всегда меняется. Облачность, можно лететь в облаках, ничего не видеть. Все время наблюдаем. Рассветы, милоскаты, восходы, заходы во время. Что самое красивое, что тебе больше нравится? В плане эстетического? Ну, конечно же, красивый вид, когда над горами летит. Я все время говорю, лучше гор могут быть только в городе. Который мне еще не летал. Объясни, пожалуйста, что такое маршрут, в принципе, самолета. Просто мне как-то объясняли на пальце, что это, грубо говоря, как троллейбус идет на своих этих рогах. Что это прямо точка, потом налево, потом направо. Что это как-то так. Ну, да, то есть в небе все равно есть трассы. Мы подаем твои планы и летим уже по заранее определенному маршруту. То есть вы можете здесь видеть, например, часть маршрута. Это точки, трассы. Также так и позвоночение дорог. Ну, я считаю, что я не верю особо в приметы. Но когда я недавно об этом задумался, то есть я понял, что я все равно там не шью. Это вот еще повелось с моего там первого места работы. Там я просто услышал, что шить нельзя вообще в этот день. Но вот я никогда не шью, например. Ну, конечно, в авиации есть какие-то свои такие. А есть какие-то дни, когда ты шьешь? Общие предъявления. Уже нет. Уже, наверное, нет. Недавно кто-то там рассказывал, что мусор нельзя выносить. Но я такой первый раз слышал. Это, наверное, человек придумал, чтобы не выносить мусор перед работой. Это одно и то же. На самом деле психология человека устроена так, что он острее чувствует страх. И из-за этого, когда мы испытываем турбулентность, мы ощущаем только провалы. Точнее, мы острее их ощущаем, и нам кажется, что самолет проваливается. Наверное, из-за этого называют воздушная яма. Такой многогранный вопрос. То есть, ну, летать я не боюсь. Это, скажем так, то, чему я учился, долго шел. И, ну, все равно ты боишься допустить какую-то ошибку. То есть, это свойственно всем людям. Нет, я не боюсь летать с пассажиром, но чувствую себя все равно по-другому, как-то менее комфортно, потому что в этот момент меня везут. Наверное, не я непосредственно занимаюсь управлением и не контролирую этот полет.